Сегодня спикер Государственной Думы Вячеслав Володин всем деятелям культуры, не поддерживающим спецоперацию России на Украине, предложил уволиться. Несмотря на его предложение, известная актриса Лея Хиджакова, работающая в Театре «Современник», не была согласна с его предложением и увольняться не собирается. Я бы вот этих всех Ахиджаковых, Галкиных, Меладзев, Ургантов и еще многих неназванных, которые наверняка не поддерживают спецоперацию России на Украине, всех вскормленных молоком России, терпевшей до сих пор их одурманивание, одурачивание людей под их хохот, кривляние, фонограммное бездарное пение, вон бы из страны бы погнал бы. Но вот это предложение, конечно, уволиться, я считаю, что слишком мягкой мерой явилось бы наказание. Им в самый раз нужно было бы их отправить на нары. Пусть бы там однокамерникам своим песни пели и смешили их. В интервью известного про теория Андрея Ткачева данным где-то пять месяцев тому назад до сегодняшних событий мы узнаем из его слов, что человечество стремительно идет к своей погибели. Господь чем отрезвляет? Нет, не надейтесь на это. Беды будущего будут на уничтожение, а не на покаяние. Когда люди верующие более-менее, приходящая беда сбивает с них шелуху и у них воскресает эта внутренняя вера, присыпанная суетой в быту. Но когда у людей нет веры и приходит беда, у них начинается паника, отчаяние, безбожие, они погибают ни за что, зря, без толку. Понимаете? Поэтому на беду не надейтесь, беда никого не отрезвит. Есть очень много вещей, которые больше не работают. Но задачи, которые перед нами стоят в будущем, они радикально отличаются от задачи, которые решали наши предки в прошлом. Радикально отличаются. Соответственно, надо почувствовать будущее и заниматься именно тем, что сегодня надо. Ясно нам, что гибель человека, она еще окончательно не определяет его дальнейшую судьбу. Одно дело, когда человек умирает и погибает в молитве с покаянием – это одно дело. Когда человек, не верующий, не молится, когда он всю жизнь свою жил по своим страстям, погибает бесполезно. Это другое дело. Мы сейчас, дорогие друзья, стоим в преддверии Великого Поста. И мы все отправляемся на фронт. Фронт невидимой брани. Фронт, который находится не на территории Украины, а фронт, который находится внутри каждого из нас, внутри нашей души. И тот враг невидимый, который гораздо страшнее всех карателей, националистов, террористов, бандеровцев, фашистов. Этот враг зовется дьяволом, который вершит ад в душах наших. Фёдор Михайлович Достоевский говорил, что дьявол с Богом борется о поле битвы сердца людей. Так вот, это самое страшное, самое почти непреодолимое брань с невидимым врагом. Я желаю и себе, и всем страждущим, и всем, кто имеет страх преодолевать её с помощью Божьей молитвой, непрестанной Иисусовой молитвой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, грешного, неустанно, не откладывая ни на секунду, ни на минуту. Какие бы мы дела, даже добрые нам, казалось бы, не делали, они всё равно растворены тщеславием, крестолюбием. Если святые добродетели свои оплакивали слезами горькими, как грехи, а мы тем более должны молиться ежесекундно, ежеминутно, при любом деле, что бы мы добрые, казалось, не делали, мы достойны все наказания. Как отец Андрей говорит, Качёв, человечество сознательно идёт к своей погибели. Вот мы сейчас это очень здорово прочувствуем, вот именно на тех деятелях культуры, которые восстают. Против чего? Против Бога. Бог поругаем не бывает. Води нам всем Господи увидеть, что действительно Россия осуществляет Божию миссию. Редактор субтитров А.Семкин